Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире о том, чем жила Самара. Сегодня вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер, главные темы выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Молода, дерзко, ярко. Сама разнакомится с художниками нового поколения. Вопросы обеспечения правопорядка обсудили на рабочей встрече губернатор Николай Меркушкин и начальник регионального управления Федеральной службы войск национальной гвардии Василий Глотов. Приказ о назначении Глотова на эту должность был подписан в середине октября. В его непосредственном подчинении находится порядка трех тысяч человек. Полковник полиции пояснил, сейчас он знакомится с коллективом, входит в курс текущих дел, уже обсудил совместную работу с руководством Самарского главка МВД. Ранее Василий Глотов возглавлял управление внемедомственной охраны в Подмосковье. Губернатор подчеркнул, что опыт работы в крупном регионе будет полезен и в Самарской области. Данное решение, которое служит, нас абсолютно устраивает. Человек системный, человек хорошо опытный, человек уже имеет возраст тот, который способен и оценить, прогнозировать все и самое главное впереди еще. Президент страны, он дал какие-то своим назначениям, дал нам те полномочия, для того, чтобы мы объединили все силовые структуры вокруг губернатора, руководителя губернии Самарской области, для того, чтобы те задачи, которые стоят перед страной, они решались правильно, на пользу народу. О строительстве учебных заведений шла речь на встрече губернатора Николая Меркушкина, главы Самара Олега Фурсова и руководителя регионального Минфина Сергея Кондеева. Мэр Самары представил несколько вариантов для размещения четырех новых школ, которые будут включены в федеральную программу. Их построят в Октябрьском и Кировском районах. Всего до 2024 года в Самарской области планируется построить и реконструировать более 60 средних образовательных учреждений. Еще одной темой обсуждения стала подготовка города к зиме. Серьезной проверкой для коммунальщиков стали ранние снегопады. С ними городские службы справились. Также без сбоев Самара вошла в отопительный сезон, который в этом году начался раньше положенного. В отопительный сезон вошли быстро, без серьезных аварий. Если были какие-то отключения, они в пределах 3-4 часов, и было связано с водами в дом. А вся система была заполнена быстро. И в этом году в два раза больше переложили труб по теплоносителям 15 километров. В прошлом году было 7 километров. То есть очень организованно вошли, все службы работали. Тема школ стала одной из главных и на совещании в мэрии обсуждали организацию питания. В 49 заведениях города в этом году обновят столовые. На это потратят почти 6 миллионов рублей. Завтракают и обедают в школах почти 85 тысяч детей, что на 4 тысячи больше по сравнению с прошлым годом. Год назад школьники и родители жаловались на маленькие порции. В этом году их увеличили. Горячую еду для детей из многодетных и малоимущих семей и других категорий льготников оплачивают за счет городского бюджета. На это было выделено почти 174 миллиона рублей. Основное внимание к качеству еды. Каждый месяц департамент образования проверяет, чем кормит школьников. Самаре удалось сохранить систему, когда пищу готовят прямо в школе. Собственные кухни есть в подавляющем большинстве школ. И у нас 122 школы, это 78% имеют стационарные пищеблоки, где директор обязан утром принять участие в закладке блюд, посмотреть, что кладут в кастрюлю, какого качества, с вечера проверить, когда привозят продукты питания, их качество, и при необходимости актировать их и вернуть, так сказать, комбинатам питания, если что-то не устраивает. Что делать с землей, чтобы не попасть в просаг? В управлении Росреестр организовали прямую линию по вопросам регистрации права собственности на земельные участки. Жителям разъяснили, что нужно знать при заключении сделок, как правильно распоряжаться своими долями в общей собственности. В тонкости вникла Марина Матвейшина. В этом году вступили в силу изменения в законе о регистрации недвижимости. Теперь все сделки с долями требуют обязательного нотариального удостоверения, даже если эти доли выкупает один из собственников. Исключение составляют лишь участки сельхозназначения. В таких сделках удостоверение нотариуса не требуется. Все детали регистрации права собственности на земельный участок жители могут выяснить, позвонив на горячую линию Росреестр. В управлении по Самарской области их организуют регулярно. Звонки принимает непосредственно начальник отдела. А если нужны дополнительные разъяснения, есть личный прием. Собственники зачастую не следят за изменениями в земельном законодательстве и при разделе или объединении участка сталкиваются с проблемами. К примеру, некогда человек получил участок под жилищное строительство и сад. Позже изменилось зонирование территории, и строить здесь дом или выращивать яблоки по документам уже нельзя. Сносить дом никто не будет, пока земля полностью используется по первоначальному назначению. Использовать вы этот земельный участок без преобразования, пожалуйста, можете, потому что градостроительный кодекс предусматривает эту возможность. Но вот, скажем так, преобразовывать его, делить, уже можете только по новым правилам. То есть выбирать тот вид разрешенного использования, который предусмотрен зонированием. Также в Росреестре напоминают собственникам земли. Важно использовать участок по назначению. Если на территории, предназначенной для садов и дачных посадок, построят кафе, собственникам выпишут штраф от 10 тысяч рублей. Марина Матвеевшина, Дмитрий Мешканцов, События. Добраться до любого спортивного объекта без проблем. Чтобы объединить все стадионы и площадки к Чемпионату мира по футболу, в Самаре разработают специальную транспортную схему. Сколько она будет стоить, знает наш экономический обозреватель Лариса Шлафаст. Здравствуйте! В начале недели цены на нефть подбираются к отметке в 45 долларов. Сегодня за один баррель марки Brent дают 44 доллара 60 центов. Американская валюта немного подросла. На 15 ноября Центробанк установил курс доллара на отметке 65 рублей 85 копеек. Евро 71 рубль 4 копейки. Золото стоит 2632 рубля, серебро 39 рублей 31 копейка за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллара можно было купить. За 67 рублей 36 копеек. Дороже всего продать за 64 рубля 24 копейки. Китай сменил Турцию в списке главных покупателей российских продуктов. За год поставки мороженого, вина и шоколада выросли в пять раз. В Госдуме неожиданно решили повысить акцизы на шампанское. Поэтому самые массовые вина, тоже российское или советское шампанское, подорожают как минимум на 10%. А план пассажирских перевозок к Чемпионату мира в Самаре обойдется в 10 миллионов рублей. Схема транспортной доступности спортивных объектов должна быть разработана к началу июля. На этом все. Удачи в делах. Самарская область – единственный регион в России с отрицательным приростом заболеваемости ВИЧ-инфекции. За 6 лет губерния опустила с третьего места на 13-е. Сегодня в области проживают 35,5 тысяч человек с вирусом иммунодефицита. Это 1% от всего населения. Самые неблагополучные – Тольятти и Жигулевск. Эти цифры на пресс-конференции назвал Алексей Спирин, главный врач Центра по лечению и профилактике СПИД. Специалист отмечает, что сейчас нет традиционных групп риска, и заразиться может каждый. 62% от всех случаев инфицирования и передачи вируса половым путем. Алексей Спирин настоятельно рекомендует каждому самарцу ежегодно сдавать кровь на анализ. Ведь чем больше людей в области пройдут тестирование на ВИЧ, тем легче будет контролировать ситуацию в регионе. Чем раньше мы обнаружим ВИЧ-инфекцию конкретного человека, тем дольше он проживет и тем меньше вреда он нанесет окружающим. Потому что он, не зная о том, что он ВИЧ-инфицированный, распространяет ее. Зная, он все равно предпримет меры. Мы его научим, обучим. И мы возьмем под контроль состояние его иммунитета. Далее, коротко о других темах дня. В Самаре орудуют злоумышленники, обливающие кислотой автомобили. Как сообщает один из интернет-порталов, уже пострадали три машины. Первый случай произошел в ночь на 11 ноября в районе пересечения улиц Среднесадовой и Физкультурной. Пострадала Тойота Королла. За ее перекраску по подсчетам владельца придется отдать не менее 15 тысяч рублей. В ту же ночь на пересечении Среднесадовой и Красных Коммунаров был облит агрессивной жидкостью новенький Volkswagen, который всего сутки назад был куплен в автосалоне. Примерно в то же время автовандал позарился и на Kia Sportage. Автомобилисты намерены объединить свои усилия в поисках злоумышленников. Невыездными из-за долгов заводу рискуют стать 815 самарцев. Если неплательщик не выполнит требования исполнительного листа, сумма задолженности по которому превышает 10 тысяч рублей, судебный пристав вправе временно ограничить его выезд из России. Общий долг самарцев за услуги водоснабжения и водоотведения превышает 15,5 миллионов рублей. В отношении этих должников уже вынесено судебное решение. В Самаре на 14 дней закроют участок дороги на улице Печорской. Это связано со строительством водопровода. Автомобилистов просят обращать внимание на необходимость учитывать временное ограничение и заранее выбирать маршрут следования. Жители Самары и Тольятти смогут зарегистрировать брак 31 декабря. В этот день будут работать дворцы бракосочетания в Самаре по адресу Молодогвардейская, 238, в Тольятти, Революционная, 25. Заявления о заключении брака на эту дату принимаются до 29 ноября 2016 года. Сообщается, что торжественная государственная регистрация заключения брака в предновогодний день будет проводиться по специально разработанному сценарию. Самару вновь бросает в холод, причем уже сегодня, ближе к вечеру, ожидают 9 градусов мороза. В ночь на среду столбик термометра остановится на отметке минус 12. Примерно та же погода продержится всю неделю. По прогнозам синоптиков, снег маловероятен. Погода будет морозной и ясной. Днем до минус 8, а ночью до минус 11. 12 ноября в Самарской области официально теперь считается днем профсоюзов региона. Эту идею поддержал губернатор, затем соответствующий закон одобрила губернская дума. Это событие участники профессиональных сообществ называют историческим. На первом торжественном собрании профсоюзов побывала наша съемочная группа. Этого события профсоюзы региона ждали давно, а теперь в области официально утвержденных профессиональный праздник. Ольга Шерстнева, педагог с 30-летним стажем, свою деятельность в профсоюзе начала еще в студенческие годы. Сейчас возглавляет районную организацию. Наша советская районная профсоюзная организация очень большую работу проделывает по отстаиванию прав работников образования, педагогов на досрочную пенсию. Нашим работникам не доставляют никаких проблем, никаких забот. Они только приходят к нам, обращаются, все остальное мы делаем за них. И они только потом получают пенсию. Федерация профсоюзов Самарской области объединяет 33 отраслевых и первичных организаций. Это более 600 тысяч человек. Федерация представлена во всех городах и районах города. И основной своей задачей считает защиту трудовых прав, экономических и социальных интересов работников. В этом году профсоюзы региона празднуют еще и 111 лет со дня основания. Такой праздник на Самарской земле должен быть. Это в том числе большое признание общественности, гражданского общества, власти, той большой работы, которая на протяжении всех этих 111 лет проводила профсоюзное движение Самарской области для укрепления мира, согласия, спокойствия в нашем родном регионе. Я хочу поблагодарить вас за тот труд, который вы вносите в дело улучшения жизни наших членов профсоюза и вообще трудового народа нашей Самарской области. Помимо официального праздника, в области утвержден и почетный знак губернатора за развитие профсоюзного движения. Первые награды уже получили 10 человек. Валерия Макарова, Лариса Шалафаст, Василий Колдашов. События. Что такое кукарямба и как принимать спирюли от взрослости? Спектакль «Пеппи длинный чулок» привез в Самару благотворительный фонд «Дети ДЦП». На сцене юные артисты, кому диагноз не помеха. Они своим примером показывают таким же, как они ребятам с ограниченными возможностями, что детский церебральный паралич – не повод отказываться от своей мечты. С необычными артистами встретилась Марианна Мирная. Вы не знаете, что кукарямба живет? Может быть, кукарямба – это болезнь? Рыжие косички, торчащие в разные стороны, и веснушки – образ, знакомый каждому ребенку. «Пеппи длинный чулок» и ее хулиганский характер с успехом воплотила на сцене актриса школьного возраста Саша Королева. Я играю главную героиню Пеппи. Это озорная девочка. Она веселит от души людей. Театральная студия «Либерта» – лауреат всероссийских и международных конкурсов. «Пеппи длинный чулок» – их второй спектакль. Начинался театр всего с нескольких юных актеров. Теперь же это полноценная труппа из 27 человек. И, конечно, их поддерживают педагоги, которые выполняют роли костюмеров, гримеров и декораторов. Несмотря на то, что у ребят серьезный медицинский диагноз – детский церебральный паралич, режиссеры не дают им поблажек. Работают маленькие артисты, как взрослые. Никаких послаблений, никакого особого отношения. Все на профессиональном уровне. Естественно, какой-то отбор мы вынуждены проводить по функциональным особенностям ребенка. И именно поэтому у нашего фонда и свой медицинский центр есть. То есть вначале мы им восстанавливаем рефлексы, функции. И только последующим шагом уже идет работа в продолжении дефектологов и логопедов. Идут уже педагоги по актерскому мастерству, по сценической речи, по вокалу и всего остального. Сцена муниципального театра «Самарская площадь» всегда открыта для зрителей, а теперь и актеров с ограниченными возможностями здоровья. Тем более, что благотворительные спектакли помогают детям с инвалидностью поверить в себя и в свои силы. Когда мы предложили вот эти гастроли, привезти детей, которые сами с ДЦП играют в спектакль, и чтобы наши детки посмотрели, наши дети с ограниченной возможностью в «Самарской» посмотрели, мы, конечно же, отозвались на это, потому что я считаю, что это какой-то даже стимул, может быть, у нас что-то подобное организуют. Со спектаклем «Пэпи длинный чулок» маленькие артисты объехали уже всю Россию. В конце ноября их гастроли завершатся, и они приступят к репетициям нового спектакля. Мариана Мирная, Василий Колдашов, События. Здесь четкие ритмы, строгая техника движения соседствуют с импровизацией. Фестиваль танца «Волшебная туфелька» прошел в Самаре. Лучшие хореографические школы отбирали по всей области театральные эксперты. Самара уже громко заявила о себе. В прошлом году коллектив «Задумка» получил гран-при в финале конкурса. Кто будет представлять регион в этом году, расскажет Олеся Корецкая. «Душа поет во время танца» – это про Юлию Сагитову. Она занимается в хореографической школе почти 10 лет. Ей подвластны классические и современные композиции. Но ее настоящая любовь – танец народный. Русский, цыганский, испанский, любой. Ну, вот испанский, цыганский – это более характерные номера. Ну, я люблю больше характерные. Ну, я всегда хотела казачьи, но пока еще не танцевала. Так вот, цыганский, испанский, прям, можно всю себя показать. В танце каждое движение имеет значение, вплоть до положения мизинцев. За внешней красотой и грацией стоит тяжелый труд. Десятки и сотни репетиций, монотонные тренировки и даже травмы. Но результат стоит того. Ведь мы занимаемся воспитанием искусства, а без этого, ну, нет нормальной жизни человеческой. Потому что это настолько все очень тонко, очень душа раскрывается. Правильно даже говорят, что душа поет, когда ты смотришь со сцены. Красиво, красоту, вот эту грацию. Народно-сценический танец – это веселье, это душа танцева. Конкурс «Волшебная туфелька» проходит в нескольких номинациях – современный, классический и народный танец. Ритм, музыка, движение, техника, артистизм – учитывается все. Для участников фестиваля танец – это образ жизни. 14 хореографических школ, больше 40 танцевальных коллективов со всей области собрались здесь, чтобы доказать другим и прежде всего себе – я умею танцевать. Это дает очень большой профессиональный опыт, потому что, когда мы танцуем, мы приобретаем сценический опыт, а когда смотрим, соответственно, мы можем учиться на чужих ошибках. Большие и маленькие – целые коллективы талантливых ребят. Их искали по всей области, чтобы помочь развивать свои навыки и добиваться больших высот. Победители регионального этапа поедут следующей весной в Москву на финал конкурса. Будут выступать на сцене Большого театра. Там их ждут мастер-классы от ведущих солистов, а также будет возможность проторить себе дорогу на танцевальный Олимп. В экспертном совете, в жюри присутствуют руководители, художественные руководители ведущих балетных школ. И всегда происходит вот такой, не могу сказать, отбор, но встреча студентов, будущих абитуриентов и руководителей учебных заведений. К Самаре у столичных экспертов теплые отношения. В прошлом году именно самарский коллектив «Задумка» взял гран-при на всероссийском конкурсе. Олеся Корецкая, Григорий Плешаков, События. Все, чего я не знаю об абстрактном искусстве. Под таким названием открылась выставка Ивана Ключникова у музея имени Алабина. Иван стал третьим художником, которым в этом сезоне открывает «Волга-0». Проект, стартовавший зимой, знакомит Самару с современным искусством. В абстрактном буйстве красок смысл пытался разглядеть Андрей Горгуленко. Цвет – основа творчества, а его сочетание – неисчерпаемая бесконечность, признается Иван Ключников. Готовясь к выставке, автор экспериментировал и с размерами. Есть как малые формы, так и 10-метровый холст. Я разделил его на части, а потом собрал. И от этого я ничего не предугадывал, но он так или иначе сложился. И вместе эта картина законченнее, полноценнее, чем по отдельности. Остро и радикально. Так характеризуют его яркие, насыщенные цветом и отчетливо психоделические картины. Но в то же время его работы передают самарскую локальную энергетику. Перед нами, в общем-то, состояние человека. Состояние современного молодого человека, живущего вот здесь, на этой территории. А художников современного искусства в Самаре достаточно, чтобы открыть их имена для широкой публики и был создан проект «Волга-0». В начале года были представлены достаточно именитые авторы, А вот в осеннем сезоне новые и малоизвестные. Иван Ключников стал третьим в эту сессию. Каждая выставка отличается. У каждой выставки свое лицо. Вот мы в этом сезоне показали уже трех авторов. И выставки не только, можно сказать, не похожи. Они отличаются и концепцией, и самое главное, пластическим языком. Одной из своих картин автор ставит вопрос – зачем комментировать? Но мы-то, журналисты, знаем, что без хорошего комментария не выйдет качественного сюжета. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Самарская студенческая баскетбольная команда «Энергия» пока на чемпионате России новичок, но не есть все шансы пробиться в лидеры. Рецепт успеха прост. Техника, хладнокровие, плюс немного везения. Как непредсказуемые матчи с Уральским университетом пощекотали нервы болельщикам, расскажет наш спортивный обозреватель Сергей Кизоркин. Здравствуйте! Я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Студенческая баскетбольная лига прописалась в Самаре в этом году. Столицу 63-го региона представляет команда «Энергия» технического университета. Пока в чемпионате новичок занимает 12-е место из 16-ти. В двух домашних матчах «Энергия» выиграла у Уральского университета из Екатеринбурга. Потеряли концентрацию, не смогли защититься и промазали свои броски. А соперник, наоборот, защищался против нас и реализовывал свои шансы. Обе встречи получились напряженными и развивались непредсказуемо. Судьба решалась в концовках. Хлыкнокровнее и удачливее оказалась «Самарская энергия». Первый поединок самая молодая команда лиги выиграла со счетом 71-68. Лучшими снайперами стали Александр Кузнецов, Дмитрий Дударевич, Иван Зеленин. Главное было нам победить, потому что от побед вырастает крылья у игроков. Эта команда показывает то, как должен развиваться вообще баскетбол, где вот наша любительская, может, студенческая команда, на которую ходят зрители, болельщики, которая показывает хороший страстный баскетбол, который нравится зрителям. Второй матч «Энергия» начала неэнергично и с трудом выиграла первую половину, опередив соперников всего лишь на одну очко. Кульминацией реализации голевых моментов в исполнении самарской команды стала третья четверть. «Энергия» ушла в отрыв на 10 очков, однако уже к концовке матча преимущество было упущено, и Урфу даже попытался в последней атаке вырвать победу. Однако великолепная защита, ставшая козырем волжан в этих поединках, доказала свою состоятельность. 64-63 победы «Энергии». Люди просто другого уровня, которые могут забивать, обыгрывать. Баскетболисты. У нас, в принципе, состав поменялся, нет сыгранности. Мы там игроконтрольных не сыграли, вот сейчас вот вкатились. И, конечно, психологии у игроков не хватает на концовке. Допустим, сегодня вот он мог же попасть треху, не попал. Вчера там такая же была ситуация. Тяжелая игра выдалась, не такая большая у нас ротация, боролись всю игру. И сегодня начали так вяло. И получается, вот только после первой половины мы пришли в себя, настроились и поняли, что надо брать игру. Звездами второго матча домашней серии игр стали все те же Иван Зеленин и Дмитрий Дударевич. После 12 матчей «Энергия» занимает в турнирной таблице студенческой баскетбольной лиги 12 место. Лидер МГУ. В понедельник и вторник «Энергия» принимает Тюменскую гвардию. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Мы рады сообщить вам, что у нас уже более 11 миллионов просмотров на Ютубе. Подписывайтесь на Самарагис и смотрите все самое интересное в качестве HD. Читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения для смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам! Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!